Привет, друзья! Меня зовут Александр Монаков и перед вами первый выпуск мастер-блога Хэрадс, в котором я буду рассказывать интересные и полезные вещи о культуре употребления алкоголя. В последнее время участились случаи фальсификации алкогольных напитков, особенно премиальных. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как опознать поддельную бутылку. Во-первых, покупать алкоголь рекомендуют только в специализированных магазинах, крупных сетях, барах, ресторанах и пабах. Это не стопроцентная панацея, но шанс нарваться на подделку гораздо меньше. Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вы знаете, что бутылка вашего любимого виски, ну или другого напитка, стоит, к примеру, 1000 рублей, то, столкнувшись с предложением купить ее всего за 300, ни в коем случае не соглашайтесь. Из-за желания сэкономить немного деньжат, есть реальная опасность потерять свое здоровье. Запомните, как выглядит бутылка вашего любимого напитка. Ее форму, этикетку, возможно, гравировку на стекле бутылки, цветовую гамму, пробку и так далее. Это убережет вас от подделок. Действительно, иногда производитель делает ребрендинг бутылки, но зачастую под изменения попадает весь ансамбль целиком, а не отдельные его части. И в таких случаях на официальном сайте всегда есть анонс этого изменения. Винтовая крышка должна быть скреплена с обводным кольцом и не прокручиваться вместе с ним. Если не соблюдены оба этих условия, значит бутылку либо уже вскрывали, либо изначально перед вами подделка. Пробка, если перед вами бутылка с ней, должна быть плотно закрыта и опаяна термофольгой. Это что-то вроде этикетки, закрывающей пробку. На большинстве бутылок сверху пробки находится колпачок, который закрывает горлышко заподлицо. А если перед вами бутылка вина, то пробка должна быть полностью утоплена в горлышко бутылки. Желательно обращать внимание на материал, из которого изготовлена пробка. Классически используется пробковое дерево, но в последнее время все чаще встречается мягкий пластик. Но все же стоит отдавать предпочтение именно пробковому материалу. Акцизная марка. Несмотря на большой прогресс у производителей фальсификата, связанного с полиграфией, это печать поддельных этикеток и марок, есть несколько нюансов, на которые не заморачиваются производители подделок даже в крупных масштабах. Ведь все мы понимаем, что чем дешевле производство подделки, тем больше мошенники заработают. Марка должна быть действительно приклеена, прочно, не отклеиваться и не болтаться. На ней должно иметься голографическое изображение на медной основе, причем с элементами деметализации. Обязательно должны содержаться типографским способом выполненные надписи Российская Федерация и акцизная марка. Для водки обязательно надпись «Водка». Для других крепких напитков, таких как виски, коньяк, бренди, джин, ром, текила и прочие, надпись «Крепкие спиртные напитки». Цвет, запах, консистенция – здесь комментарии излишни. Если вы заподозрили нечто неладное, не стоит рисковать. Вот, собственно, и все. Следуя этим простым правилам, можно обезопасить себя от нежелательных последствий употребления некачественного алкоголя. А также выпивая в хороших пабах, барах и ресторанах, риск нарваться на некачественный алкоголь стремится к нулю. Удачи! И, как говорит спортивный комментатор Виктор Гусев, берегите себя!